Благословенный Рамадан с каналом Али-Атисам Амма, дорогие мусульмане, за то, что Аллах, субханаху ата'аля, именно отделил черта богобоязненности в конце поста, иншаллах, мы сегодня тоже будем об этом говорить. И вчера говорили, иншаллах, и сегодня будем говорить об богобоязненности. Потому что Аллах в Коране говорит, О, вы те, которые уверовали, вам был предписан пост, как она была предписана для общины, которая была до вас. Быть может, вы будете богобоязненными. За то, что Аллах, субханаху ата'аля, так сильно отделил эти черта в своем Коране, наши салафы тоже, наши предки, постоянно в своем завещании напоминали о богобоязненности. Али имн Абиталиб, ради Аллаху ата'аля, когда он его амиром поставил на свою армию, ему говорит, Я тебе завещаю, что ты боялся Аллаха, субханаху ата'аля, тот, который, тебе необходимо встречаться с ним, с Аллахом. Бойся его, соревноваться и так рано или поздно, ты встретишься с ним. И нет для тебя конца, кроме у него. Конец у нас всех, у Аллаха, субханаху ата'аля, мы встретимся с Аллахом. И уямлик дунья валь-ахира, Аллах валь-стлин этого дунья, валь-стлин этого дунья и ахира, следующего мира. И так же, Умар имн Абдул-Азиз завещал человеку и говорит, Я тебе завещаю, чтобы ты боялся Аллаха, субханаху ата'аля, такой боязности, которую Аллах не принимает, деяния, кроме с ним, с богобоязненностью. Без богобоязненности, если Аллах не будешь бояться, гордо, что будешь ты деяния делать, Аллах не принимает. Должен быть смиренность намаза, чтобы Аллах, субханаху ата'аля, принял его. И Аллах, субханаху ата'аля, милостив на тех, кто боится его. И вознаграждает тех, кто боится Аллаха, субханаху ата'аля. Тех, которые завещают богобоязненностью очень много, в том числе и я завещаю вам, но которые делают деяния, соответствующие этим, очень мало. О, мусульмане, будьте с теми, которые боятся Аллаха, субханаху ата'аля. Пусть Аллах, субханаху ата'аля, сделает нас и вас из богобоязненностью. Аллах, субханаху ата'аля, объясняет в своем Коране те вознаграждения, которые будут для тех, кто боится его. Аллах в Коране говорит, «Кто боится Аллаха, субханаху ата'аля, из его деяния, Аллах, субханаху ата'аля, облегчение дает, Аллах, субханаху ата'аля, облегчает его деяние». В другом аяте Аллах говорит, «Кто боится Аллаха, субханаху ата'аля, Аллах, ему сделает выход из трудной положения, выход Аллах, субханаху ата'аля, найдет, сделает для богобоязненного человека. Богобоязненность, как в этом аяте говорится, причина для облегчения дел. Второе, богобоязненность, это причина, чтобы Аллах, субханаху ата'аля, дал благодать из небес и земли. Аллах в Коране говорит, «Во лау анна ахля ла Кура аману ата'аля, ла фатахна алихим баракатим мін ассамай вал арз». Есть ли, говорит, «Житили силах». Они баялись ба Аллаха, субханаху ата'аля, «Уверювали бы, и баялись ба Аллаха, субханаху ата'аля, я, говорит Аллах, субханаху ата'аля, открыл бы для них баракат, благодат из небес и земли. Другом аяте Аллах говорит, «Ума ятта'каллах, яжал лау махража, ва ярзукху мін хаитху ла яхтасит». Кто боится? От Аллаха, субханаху ата'аля, Аллах сделает для него махраж, выход. И Аллах, субханаху ата'аля, даст ему пропитание оттуда, откуда он не ожидал. Богобоязненность – это причина достичь виляя, чтобы стать валию Аллах, чтобы стать любимчиком Аллаха, субханаху ата'аля, является богобоязненность. Чтобы быть приближенным к Аллаху, субханаху ата'аля, причиной является богобоязненность. Аллах в Коране говорит, «Ин аулия уху илля мутта'кун». Нет его приближенных рабов, кроме как богобоязненных. Те люди, которые сейчас называют суфи аулияем, которые грешат, которые грехи делают, которые ширк делают и называют это аулияем, это наговор на Аллаху, субханаху ата'аля. Вали, богобоязненный вали – это тот, который боится от Аллаха, субханаху ата'аля. И также богобоязненность – причина для того, чтобы получить милость Аллаха, субханаху ата'аля. Аллах в Коране говорит, «Ва рахмати вася ад куллашай, фасаактубуха лиллядзин ятта'кун». Моя милость обширно говорит и обхватывает все. Но кому он предписан? Не каждому. Фасаактубуха лиллядзин ятта'кун. Я это предпишу, говорит Аллах, субханаху ата'аля, для тех, кто боится Аллаха, субханаху ата'аля. Это некоторые вещи, которые Аллах, субханаху ата'аля, дает по причине богобоязненности. О, мусульмане, старайтесь быть богобоязненными. Не теряйте день Рамадана пустословиями. Не теряйте его целый день сном. Читайте Коран. Поминайте Аллах, субханаху ата'аля. Помогайте мусульманам. Делайте пожертвования на пути Аллаха. Делайте садака. Помогайте бедным, помогайте больным, чтобы Аллах, субханаху ата'аля, ваш этот день весь предписал вам, как будто вы поклонялись с утра до вечера и вечера до утра. Таким образом, если вы будете привести свой день и ночь, даже ваш сон будет предписывать вам как поклонение. Жизакум Аллаху хайран. Пусть Аллах, субханаху ата'аля, сделает нас и вас богобоязненными, чтобы приблизились к Аллаху, субханаху ата'аля, ва жизакум Аллаху хайран. Вассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату.